Когда я был маленьким, однажды летом мы ездили в Волгоградскую область отдыхать к родне, а края там болотистые, леса непроходимые, в общем мрачноватая местность. Родня жила в деревеньке на опушке леса, по сути это был дачный поселок, приехали днем, пасмурно, дождик шел. Пока расположились, взрослые начали мангал разжигать под навесом, женщины возились на кухне, а я один там был ребенком, поэтому скучал. Ближе к вечеру поели шашлыков, сели веселой компанией за стол, взрослые распивали водку. Туман с болот пришел, там летом часто так бывало. В перерывах между пением песен родственники истории по местных людей рассказывали. Одна из них заслуживает особого внимания, потому что имеет непосредственное отношение к тому, что произошло дальше. Жил в их деревне старый дед, домик его старый практически в лесу был, и деда того очень редко видели. Хорошо, а если раз в пару лет. Дед ни с кем не разговаривал, ходил в одной и той же одежде, причем всегда обходил стороной людей. Никто из местных не знал, сколько ему лет, вроде как он старше всех в деревне был. Из странностей, зимой из его дома никогда дым из трубы не шел. Не было никаких родных у него, во всяком случае их никто не видел. Когда дед появлялся на опушке, то с минуты смотрел в сторону поселка, затем разворачивался и уходил в лес. Дом его никогда не освещался изнутри. Значит, засидим, кушаем, веселимся. Туман спустился в парное молоко, держался он пару часов, пока не начало темнеть. Потом потихоньку рассеялся. Кому-то в голову пришла идея. Надо всей толпой сфотографироваться на фоне леса, пока окончательно не стемнело. Места красивые все же. Собрались, сфотографировались тогда на модный полароид. Помню, на проявленном снимке было много таких мелких дефектов съемки в виде идеально круглых шаров. И в основном они были сконцентрированы вокруг дома того деда. После этого мужики пошли спать. Женщины остались разговаривать на веранде и допивать вино. Ну и я с ними. Начали спрятничать про родню, потом опять про местных заговорили. И вспомнили опять про этого старика. А я сижу, снимки с полароида смотрю. И наткнулся на общий снимок. Дети очень впечатлительные существа. Когда я увидел на заднем плане дом старика окруженный шарами, я испугался. А когда на следующем снимке увидел вдалеке самого старика, удаляющегося в лес каким-то мешком, почувствовал, что в одиночку все это рассматривать выше моих сил. Показал снимки матери и сестрой. Они их передали по кругу. Все сошлись во мнении, что жуть. То, что произошло дальше, травмировало мою психику на всю оставшуюся жизнь. Поздней ночью собрались спать. Пошли провожать соседей. Их дом стоял между нашим домом и домом старика. Подошли к дому. Обетие, прощание. И тут мы услышали странный гул. Как будто мы в здоровенной длинной трубе стоим. А на улице ветер. И с противоположного конца трубы доносит такой характерный звук. Представили примерно о чем я? Вот только мы стояли на улице. А гул шел со стороны леса и расходился по всей округе. Сказать, что мне стало страшно, значит ничего не сказать. Дальше больше. В голову добавился новый звук, похожий на хрюканье. Черт до сих пор в ушах стоит. Шел он со стороны домика старика. Сестря с крестной пошли домой за мужиками. Крестная так вообще на грани сердечного приступа была. Вышли соседи тоже на звук. Прибежали наши мужики из дома. Никто не говорил ни слова. Все просто стояли и слушали эти звуки. И подавались без причины, казалось бы, паники. Мать взяла за руки меня и отца. В итоге все гудьбой двинулись в сторону избушки в лесу. На подходе почувствовали неприятный запах. Запах металла вперемешку с запахом. Старины что ли? Чем-то он был похож на вонь разложения. Подошли к дому. Было непонятно, есть ли кто в нем или нет. Всем страшно не хотелось стучаться в дверь. Мало того, что старик страшный. Так еще ночью эти звуки. Дверь оказалась не запертой. Первым зашел сосед, следом все остальные. В доме была страшная разруха. Стояла вонь неимоверная. Зашли то ли в гостиную, то ли в столовую и охренели от увиденного. На полу лежала бабка. На голове что-то вроде намордника. Сама бабка без ног и без рук. Видимо давно ампутированы. Хрюкащие звуки издавала она, как мы поняли. У нее была пробита грудная клетка. Рядом на полу лежал штырь. Таким штырем прокалывают сердце свиньям, когда их забивают. Женщины, опомнившись, кинулись помогать. Зрелища отвратительные. Из пробитой груди течет кровь. Попутно слышны сопящие звуки в перемешку с хрюканьем. Отец меня отвернул к стене, чтобы я не смотрел. Сосед побежал домой вызывать скорую. Минут через сорок скорая приехала. С ними милиция. Гул к тому моменту прекратился. Следователи позже пришли к выводу, что бабка лет пять находится в заперти. И тот дед ее потихоньку резал. Первым делом перерезал голосовые связки, чтобы она кричать не могла. Черт знает, как он кровотечение останавливал. И как бабка выжила. В конечном итоге она умерла в больнице. А деда с того дня так и никто не видел. Все, что осталось, это его силуэт на фотоснимке вечером вдали на опушке леса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...